Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Сегодня я предлагаю вашему вниманию историю Девы Марии, её необычное рождение. У неё были престарелые родители, и по канонам еврейского богослужения, так как её отец был Иоаким, священнослужителем, и у него не было детей, его Анна, жена, была бесплодна, и многие укоряли ей в этом. Ну, а Иоакима даже отлучили от служения в храме. Конечно, это было очень обидно. И вот случилось так, что Анна была услышана в своих молитвах, и ей ангел возвестил о том, что у неё родится ребёнок, и Иоакиму тоже самое было знамение, что у них родится ребёнок. Ну, это немножко напоминает также историю о рождении Самуила, но это ещё было в Ветхом Завете. После рождения Марии Анна произносит благодарственную молитву, которая также имеет параллель с книгой Самуила. Наконец, когда Марии исполнилось три года, её отводят в храм, где она живёт и воспитывается. Ну, в книге о Самуиле точно так же мальчик был посвящён в храм. И девочка Мария в три годика, когда ей исполнилось, тоже была отправлена в храм. В храме Мария оставалась до 12 лет. Интересно отметить, что Мария питалась особой пищей, которую ей приносил ангел. И это упоминание не просто ещё одна фантастически чудесная деталь. За ней стоит представление об особом теле и особой телесной жизни Матери Христа. Я это вам читаю в прото-евангелии от Иакова. Автор прото-евангелия перенёс на Марию те идеи, которые разрабатывались в христианстве во II веке, применительно к образу Христа. Уже в Евангелии от Иоанна Иисус говорит своим ученикам, отказываясь от еды, «У меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Правда, здесь отказ от земной пищи носит иносказательный характер, но в гностиках существовало учение об особом способе питания Иисуса, связанном с иной нечеловеческой телесностью. Отголоски этого учения переплелись в истории о рождении Марии с древними языческими верованиями. Боги греков пили особый напиток – нектар и питались амброзией. Такое переплетение традиционных мифологических мотивов, мистики, вульгаризованных философских доктрин было характерно для низовой словесности и отражало определенные тенденции в развитии христианства. Когда Марии исполнилось 12 лет, рассказывается в прото-евангелии, жрецы по повелению ангела созывают старцев, чтобы вручить одному из них Марию для своего рода опеки. Так в истории Марии появляется плотник Иосиф, царец, вдовец. Образ Иосифа-старца – создание апокрифической литературы, стремившейся заполнить лакуны первоначальных евангельских повествований, в которых Иосиф после рождения Иисуса и возвращения из Египта по Евангелию от Матфея не фигурирует вовсе. Родители Иисуса упомянуты только еще один раз в Евангелии от Луки в рассказе о посещении ими вместе с мальчиком Иисусом и Иерусалимского храма. Старость Иосифа позволяла объяснить отсутствие упоминаний о нем в период деятельности Иисуса. В Евангелии от Марка жители Назарета называют Иисуса только сыном Марии. не упоминая имя отца. По-видимому, предполагалось, что Иосиф умер к началу проповеди Иисуса. Старость Иосифа также давала возможность ввести взрослых в стенобей от первого брака и тем самым утвердить девственность Марии. Как и в Евангелии от Луки, Иосиф с Марией отправляется на перепись Вифлеем. В повествование вставлен эпизод, выпадающий из общего бытописательского тона этого отрывка. Мария во время пути то плачет, то смеется. Когда Иосиф спрашивает ее, в чем дело, она отвечает, что видит перед глазами два народа. Один рыдает, другой радуется и веселится. Здесь открыто противопоставлены иудеи, народ, который рыдает во время создания протовы Евангелия, потому что свежая еще была память о страшном разгроме второго иудейского восстания. И христиане из язычников, народ, который радуется, видение Марии отражает общую тенденцию протеевангелия, но описание его выпадает из контекста. Характерно, что в тексте сначала сказано, что Иосиф пошел сзади Марии, а потом, что он обернулся и увидел ее плачущей и смеющейся. Создается впечатление, что эти фразы взяты из какого-то другого произведения, хотя, возможно, это было сделано уже самим автором оригинала истории о рождении Марии. Дальше следует описание рождения Иисуса. Иисус, согласно этому Евангелию, рождается в пещере в пустынном месте. Рождение Иисуса – это рождение света, которое наполняет всю пещеру. Автор использовал здесь неканоническую традицию, поскольку она имела гораздо более сильную теологическую направленность, чем рождение в доме или в яслях, как в Евангелии от Матфея или Евангелии от Луки. Пещера предназначена как символ тьмы, незнания, которую озаряет свет Иисус. Но автор протоевангелия не мог обойти популярную среди христиан легенду об Иисусе в яслях для скота, столь близкую первым христианам. Из низов общества ясли появляются у него в связи с преследованиями Ирода. Мария прячет там младенца Иисуса. В описании рождения Иисуса введены дополнительные персонажи по сравнению с каноническими текстами. Повивальная бабка и Соломея. Правда, в Апирусе эти эпизоды сокращены. Оба этих персонажа должны были засвидетельствовать божественность и чудотворные свойства Иисуса с самого рождения. После чудо с Соломеей следует описание поклонения магов. Характерно, что из двух вариантов в канонических Евангелиях поклонение пастухов у Луки и поклонение магов у Матфея. Автор выбирает версию Матфея, хотя в целом он больше следует рассказу Луки. Маги – восточные мудрецы и прорицатели, приносящие богатые дары. Были ближе тенденции автора представить Иисуса с момента рождения общим мировым божеством, которого уверовали пришедшие издалека восточные провицатели. Так же, как тенденции Евангелия от Луки, больше соответствовали бедные пастухи, первыми приветствовавшие рождение Мессии. Итак, мои хорошие, вы услышали протоевангелие Иакова. Иаков – это был сын Иосифа, того Иосифа, которому вручили хранить 12-летнюю Марию. А так как жрецы увидели, что на жезл Иосифа вдовца сел голубь, вот они и отдали в руки Иосифа Марию. А что было дальше, вы уже знаете. Итак, вы прослушали небольшой отрывочек, которого нет в Евангелии каноническом. А это протоевангелие Апоклиф из свитков Мертвого моря. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго!